Железнодорожную тему Автоплюс поднимает редко, но на сей раз повод железный. Ведь российский рынок решила покинуть компанию «Сименс». Официальная формулировка — сворачивание бизнеса. Но подробностей пока мало, ведь «Сименс» — это огромный конгломерат, объединяющий разные юридические лица, порой с российским участием. Например, в Ленинградской области продолжает работу завод «Сименс технологии газовых турбин», в котором 65% принадлежит иностранной компании «Сименс энергетика», а меньшая доля российскому АО «Силовые машины». В самом Петербурге работает завод «Сименс Электропривод». Он поставляет электродвигатели и преобразователи частоты для электровозов «Гранит» и «Электричек Ласточка», который на Урале выпускает группа «Синара». В итоге наибольшие изменения коснутся компании «Сименс Мобилити». Она отвечает за железнодорожный бизнес и спроектировала для России высокоскоростные поезда «Виларарус», он же «Сапсан», и региональные «Дезирарус», то есть «Ласточка». Прежде всего, уход «Сименса» означает отмену поставок «Сапсанов». Все они немецкие. Первые восемь электричек завод в Крефельде собрал в 2008-2009 годах. Ещё восемь – пять лет спустя. В 2019 году российское правительство отказалось от идеи высокоскоростной магистрали из Москвы в Казань и реанимировало проект ВСМ в Санкт-Петербург. На перспективу новой линии заказали ещё 13 «Сапсанов». Из них первые три пришли в Россию в прошлом году. Остальные должны были поступить до 23-го, но теперь эти планы перечёркнуты. Впрочем, работа с «Сапсаном» найдётся. Вопросы возникают с обслуживанием. Сервисом займётся не сам «Сименс», хоть он и заключал контракты жизненного цикла, а отдельная компания из периметра РЖД. Как именно будут организованы поставки запчастей, пока неизвестно. Из-за малосерийности российская версия «Вилара» была целиком импортной. Причём экспорт компонентов для железнодорожного транспорта в Россию Евросоюз запретил ещё в марте. На данный момент РЖД отказались только от наращивания частоты курсирования «Сапсанов» в Петербург и сняли их с маршрута в Нижний Новгород. Ещё раньше с Нижегородской линии ушли испанские поезда «Тальга», то есть «Стриж». Все они заменены «ласточками». С этим семейством региональных и пригородных поездов ситуация обстоит значительно лучше. В родном Крефельде «Сименс» изготовил лишь первые 54 состава 2011-2014 годов. Впоследствии завод «Синары» в Верхней Пышме наштамповал более 200 электричек разных модификаций. И производство продолжается с растущей локализацией, которая официально достигла 86%. Впрочем, часть импортных компонентов все равно предстоит заместить.